День защитника Украины Марши и акции, приуроченные празднику, сегодня прошли по всей стране Память погибших за Украину почтил президент Владимир Зеленский вместе с супругой Какие мероприятия состоялись в крупнейших городах страны? Смотрите далее Колокол памяти по погибшим защитникам прозвучал на территории Министерства обороны Ударил два раза, столько военнослужащих погибли в этот день за время независимости Украины Марши и акции, приуроченные праздники, приуроченные праздники Устиной памяти на Михайловской площади погибших за Украину почтил президент Владимир Зеленский Вместе с женой он возложил цветы и лампадки Священнослужители отслужили поминальный молебен Маршем отметили День защитника в Днепре На него собрались около тысячи человек Военнослужащие, семьи бойцов и волонтеры Один из главных праздников нашей страны, потому что он показывает рождение вот той части нации, которая, собственно говоря, отвечает за то мирное небо, которое есть сейчас с головой на мирный день, за возможность праздновать, за возможность говорить на любом языке, о котором вы хотите Харьковчане в День защитника открыли монумент, символизирующий целостность и силу государства Как менялись украинские войска со времен Киевской Руси до современности показали в центре Киева на выставке «Воины. История украинского войска» Там представили 19 рассказывая о самых выдающихся битвах и видах оружия Часть экспозиции посвящена событиям на Донбассе Слава нашим парням и девушкам, которые на передовой Если бы не они, мы бы тут не собирались Мы бы переживали, чтобы сверху на нас бомбы не падали путинские Слава свободолюбивому и трудолюбивому роду Украины Слава нашему украинскому народу Слава Украине Любовь Задорожная, Ольга Михалюк, Наталья Чикатун, Наталья Гусак, Наталья Белокудря, ЮЭй ТВ Память тех, кто отдал свою жизнь за суверенитет Украины, почтили во Львове В частности и воинов украинской повстанческой армии, которые боролись за независимость Украины в середине 20 века На Лычаковском кладбище состоялось перезахоронение двоих повстанцев Михаила Мачурада и Дмитрия Анищака Они погибли в бою с войсками НКВД в 1951 году Также львовяне возложили цветы к мемориалу неизвестному воину украинской повстанческой армии И вместе помолились за мир и защитников на востоке страны Конечно, грусть в сердце есть, потому что идет война и до сих пор погибают герои Этот праздник будет для нас радостным только после полной победы Крымско-татарского правозащитника Абдуришита Джепарова снова задержали российские оккупанты на админгранице с аннексированным Крымом Его удерживают несколько часов, об этом написал в фейсбук Ахтем Чигоз Подробности на данный момент нет Неделю назад российские пограничники также задерживали Джепарова на выезде из Крыма Тогда его допрашивали более часа в пункте пропуска Армянск Свободу Маркеву Марш в поддержку украинского нацгвардейца, осужденного в Италии, прошел в Киеве Участники собрались возле Министерства иностранных дел Передали запрос, ведомства требуют, чтобы рассказали, как продвигается подача апелляции в итальянский суд С Михайловской площади двинулись к посольству Италии, выдвинув требования освободить Виталия Маркева Который выполнял свой гражданский долг и защищал Украину от российской агрессии Это наш долг поддержать побратима Я с ним не служил в одном подразделении, но мы с ним вместе были на полигоне, тренировали молодых инструкторов Судилище, которое устроили над ним в Италии по заказу Кремля, оскорбляет нас, как гвардейцев, как защитников Италия превращается в источник манипуляции, показывая, как легко из героя, каким есть Виталий, можно сделать преступника 30-летний нацгвардеец Виталий Маркев более двух лет находится под стражей в миланской тюрьме В июле суд Италии приговорил его к 24 годам заключения Это на 7 лет больше, чем просила обвинения Там не приняли во внимание доказательства украинской стороны, которые указывают на невиновность Маркева Нацгвардейцу вменяют убийство итальянского фотокорреспондента Андрея Ракелли и его российского переводчика Андрея Миронова В мае 2014 года под Славянском Маркев свою причастность к гибели иностранных репортеров на Донбассе отрицает С вражеских провокаций начали сутки на передовой В день защитника Украины российские наемники открывали огонь шесть раз В частности, в Луганской области досталось украинским защитникам в хуторе Вильный, в Донецкой, в Опытном, а на Приморском участке Новотроицком Этот поселок боевики обстреливали трижды Применяли противотанковые гранатометы, огонь вели из оккупированного до Кучаевска, сообщают в Министерстве обороны Погибших и раненых за сегодня нет Необычная стена появилась перед офисом президента Украины Ее установили участники акции, которые выступают против отвода войск от линии разграничения на Донбассе Стена состоит из кирпичей, на каждом из которых написаны названия населенных пунктов, которые окажутся в серой зоне после разведения сил В частности, Пески, Золотое, Авдеевка, Светлодарск, в общем, около полторы сотни сел и городов В акции приняли участие несколько сот участников боевых действий, волонтеров, жителей прифронтовой зоны Они говорят, после отвода войск останутся наедине с врагами, которые начнут репрессии Эта опасность касается ни жителей Катериновки или Петровского, ни станицы Луганска или маленького Золотого Она касается каждого украинца Каждый метр земли, отданный там, станет десятком метров земли вперед, ближе к Киеву, ближе ко Львову Мы не можем позволить себе роскоши верить врагу на слова Я считаю, что это отведение будет абсолютно односторонним, если состоится Россия никогда не сдаст своих позиций Это катастрофа для нас, мы не сдаем свою землю, этого допустить нельзя Надо стоять на своих позициях, пока Россия не отведет войска Договоренности о начале разведения сил в Петровском Золотом были достигнуты на переговорах контактной группы в Минске 1 октября Отвода не состоялась из-за обстрелов со стороны российских наемников Для начала разведения войск необходимо 7 суток тишины Работу трехсторонней контактной группы «И мир» на Донбассе Обсудил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко с главой ОБСЕ Мирославом Лайчиком в Люксембурге Кроме того, он пригласил Лайчика посетить станицу Луганскую, чтобы посмотреть на работы по восстановлению инфраструктуры Пристайко провел ряд встреч с министрами иностранных дел стран ЕС В частности, с главой испанского МИДа Жозепом Баррелем Дипломаты обсудили санкции против России и шаги к евроинтеграции Украины Пристайко поблагодарил коллег за поддержку в реформах и в противодействии российской агрессии Еще на год Евросоюз продлил санкции против России и Сирии за использование химоружия Под ограничения попадают 9 физлиц, пятеро связаны с сирийским режимом, четверо причастны к отравлению в Солсбери А также одна организация – Центр научных исследований и разработок, который Европа называет основным органом сирийского режима по разработке химоружия Ограничения включают запрет на въезд в Евросоюз и замораживание активов до октября 2020 года До 53 человек возросло количество погибших в результате тайфуна в Японии 100 человек получили ранения, еще 16 считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Киода Тайфун Кхагибес обрушился на Японию 12 октября Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в центральных и восточных префектурах, в том числе и в Токио Сегодня столичные аэропорты работают в обычном режиме, а железнодорожный транспорт, ожидается, войдет в график в течение дня Из-за сильных ливней часть домов все еще подтоплены 27 тысяч военных борются с последствиями стихии Для Японии Хагибес стал уже 19-м тайфуном за этот год Сразу три лауреата Нобелевской премии по экономике Это американцы Абиджит Баннерджи, Майкл Кремер и француженка Эстер Дюфло Они получили эту награду за экспериментальный подход к борьбе с бедностью За всю 50-летнюю историю Нобелевской премии по экономике второй раз лауреатом стала женщина Первой в 2009 году награду получила американка Элеонор Остром Церемония официального вручения премии пройдет в Стокгольме 10 декабря в день смерти шведского изобретателя и основателя премии Альфреда Нобеля Киев, а не Киев Британская телерадио-овещательная корпорация BBC теперь будет писать название украинской столицы правильно Так, медиа присоединилась к компании Correct UA Ее год назад запустило Министерство иностранных дел Украины, призывая международное сообщество использовать правильные названия украинских городов За это время Киев на Киев исправили Совет географических названий США, десятки аэропортов мира, а также крупные медиа, в частности Wall Street Journal и агентство Associated Press Это все, что мы успеваем рассказать на эту минуту Еще больше актуальной информации Ищите на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua Новости на русском Каждые два часа мы уже готовимся к следующему выпуску Все самое важное на UATV не пропустите!